Добрый день, мы из Украины, рад вас приветствовать на нашем канале про пчеловодство Пашка-1. Меня зовут Пашка и сегодняшняя тема видео, когда откачивать мед. И также пройдем, посмотрим количество принесенного меда, в некоторых случаях можно назвать нектара, по определенных пчелиных семьях. Уже в принципе была откачка, одна откачивали по несколько рамок меда. Ну, скажем так, вот здесь, если мы посмотрим, вот здесь вот стоят один, вот этот ряд, это все отводки. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, вот это строилось 6, 7, 8, 9, 10. Вот здесь 10 штук стоит, это в основном отводки. Вот номер 4, это продажа пакета была, там 6 рамок медовых. Вот верхний корпус, не 6, а 5, я вру, 5 рамок медовых, потому что там стояла вот такая рамочка, вот. Привывочная рамка там стояла, 5 рамок медовых, хороших таких медовых тоже уже отбирали мед. Смотрите, опять же, вот одна из картник, которая в свое время не трогалась, просто стояла. Приехала она, второго тачка, и я хочу показать, как она сейчас себя чувствует. У них уже была одна откачка, 2 корпуса, 1, 2, и вот стоит третий корпус. Три корпуса по факту получается у нас. Да, я пойду возьму стамеску. Давайте посмотрим. Вот часто задается вопрос, когда откачивать мед. Вы должны понимать, что майский мед откачивается не так, как какой-то главный взяток, да, можно сказать, почему так. Все очень просто, потому что майского меда не всегда так много, как хочется. И получается, что пчелы его и принесут, нектар, и выветрят. Это имеется в виду, что они его доведут до готовой кондиции и не смогут запечатать. Просто не будет с ним. И получается, пчеловоды задаются вопросом, как вымерять это, как, что можно его брать, не можно его брать, хороший мед, нехороший мед. Опытный пчеловод, конечно же, и на глаз посмотрит и поймет, когда можно откачивать, когда нельзя откачивать. Но есть определенные такие премудрости, по которых пчеловоды смотрят. Есть еще один вариант, можно купить влагометр, вот этот, как он называется, флефу, не выговорю это слово. Но там есть тоже специальная штучка, с которой мы можем вымеривать влажность медом. Так, смотрим. Давайте пробежимся. Второй корпус. В первый, наверное, мы не будем идти. Смотрите, вот это медовая рамка. Видно, да? Вот. Она вся уже блестит, как должно быть. Видно, да? Вот. Мед, пчелый мед, все там сверкает. И давайте посмотрим. Первое, что хочу сказать, один из основных аспектов зрелости меда, это когда ты берешь и трясешь его вот так. А теперь смотрим на рамки вот здесь. Нету ни одной капли. Нету ни одной капли брызков. Вот называется брызги нектара не вылетают. Вот эта рамка уже может откачиваться. Вообще, если разобраться, то мы можем взять вот эту рамку, например, вот эту рамку, тоже самое проделать. И тоже смотрим. Ничего нету. Мед уже зрелый. Все рамки, как бы, ну, например, я хочу проверить зрелость меда, да? У меня несколько пчелинных семей. Я пришел, вытянул вот эту рамку, стряхнул, посмотрел. Не разлетаются эти брызги, все откачивать можно. Вообще, еще можно примерно... Ну, здесь пустая рамка. Ну, давайте пустую рамку. И здесь ничего нет, не течет. Здесь тоже, видите, есть мед. Покажи, пожалуйста, вот здесь. Он тоже не течет. Вот, вот мы сфокусировались. В этом районе есть мед. Давайте мы его даже можем попробовать. Рамочку я... Мед из рапса. Сложно его с чем-то перепутать. Его уже можно забирать полностью. Есть еще какой-то вкус. Не могу сказать, какой. Может быть, уже акация пошла. Ну, акация цветет, может, еще акация, потому что более такой сладкий. Вот они нам поприносили. Это уже печатается рамка. Ну, и так, вот этих 8 рамок, можно сказать, имеем такую картину. Корпус тяжелый, но не настолько, чтобы там сказать, вау, какой. Знаете, когда печатка полностью. Гнездовой корпус. Давайте еще сюда нос засунем. Мы здесь еще не были, да. Сверху все подлит. Они, ну, паразиты, если залили еще не сдал, то я им сейчас дам. Не, гнездо вроде не залили. Но, опять же, пошел уже процесс подлива. Хаосическая карника. Есть желтизна. На пчелах есть желтизна, ребят. Это факт. Это я ничего не говорю, потому что сейчас же появится эксперт, который скажет, пчелы желтые. Да, есть желтизна, но это карник. Где-то уже в процессе помеси уже пошла желтая. Я тоже смотрел, я не мог понять, почему она желтая. И там матка-еошка, и от матки-еошки тоже желтые пчелы. Имеется в виду, что есть такая проблема. Ну, ничего. Мне, опять же, ребят, меня мало интересует цвет пчелы. Меня больше интересует мед. На сегодняшний день пчелиная семья нам уже выдала немного меда. Мы уже раз ее откачивали, и сейчас будем еще раз откачивать. Какая-нибудь гнезду подлита. Карника. Темная. Метка желтая, прошлогодняя. Красавица такая. Работает вроде хорошо. Никаких проблем нет. Держит, держит, по сути, 24 этих рамки пчелы. Ну, связано с тем, что все-таки медосбор пошел более-менее адекватный, то она больше уже не отсевается. Да, видно, что матку немножко ограничивает. Понятие на роение тоже мы не видим. Даже мисочек нет. Не просматриваются мисочки. Но, это, ребята, поймите. Это, как обычно, реклама, реклама, реклама. Нет. Мисочки появятся, это 100%. Нету пчел, которые не роятся. Эти тоже будут роиться. Все это нормально, адекватно. Нету такого, чтобы что-то не роялся. Но сам факт заключается в чем? Что мы видим, мисочек нету и... Ну, нету мисочек. Эта картинка крайне редкая. В основном тянуть, подтягивать эти мисочки вечные. Вот это у них есть. Хорошо. Так. Это мы посмотрели одну пчелиную семью. Давайте пройдем еще несколько пчелиных семей, посмотрим. Ну, это у нас, да, это у нас медовый корпус на откачку. Ну, ребята, ну, килограмм я так повесу. Килограмм 20 откачается. Еще откачали, наверное, килограмм 6 перед этим и откачивали. Здесь легче корпус. Он, он уже откачивался. Этот корпус уже откачивался. Аниманки... Анимановской решетки, в принципе, просрал. То я беру две слежака. Два. Давайте еще третий корпус. Засунем нос. Ну, здесь чувствуется по весу, что меньше. Ну, и этого достаточно. Не, ну, здесь идет медовая расплодная рамка. Видите, такая что-то. Ну, расплодную выбрасываем всегда вверх. По идее, по классике, работы с корпусами, ну, вот, это классически, это три корпуса, это уже классика. Улья. Не, 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 не. Видите, здесь был расплод, но ее просто наверх забросили, 100%. Я уже просто ошибся. Поэтому здесь и меда не будет. Это просто какая-то доставлялась рамка. Ну, здесь, скажем так, здесь и качать-то нечего. Такое себе шо-то. Такое себе шо-то за чудо. Хорошо, поджимаем, там что-то лишнее есть. Хорошо, ребят. Дайте я пробегу, пожалуйста. Вот наша крышечка. Тебя шо, жалят? Специалист здесь ходит, у нас голый, как обычно. Хорошо. Так, ребят. Есть и проблемные паразиты. Смотрите, вот пчелинная семья. Сучка. А по-другому не назовешь. Стояло две пчелинных семьи. Здесь стояла пчелинная семья, и здесь стояла пчелинная семья отходок. Отводок на две рамки, слабый. Матка облетелась и засеяла. Здесь стояло четыре рамки. Мощный, хороший такой. Я туда дождался, пока уже запечатается расплод. Я туда им плодную матку хлопа подсадил. Они эту плодную матку хлопа и замочили. Все вроде делал правильно, все делал как нужно. И по сути уже и матки долго не было. Все равно они взяли ее и грохнули. Ну, хорошо, думаю. Прошло определенное время. Думаю, хорошо, здесь матка сеет. Здесь не сеет, объединим. Объединяем. Хорошо, все работает, все пляшет, все танцует, все вообще, все красиво. Матка здесь бегает, сеет. Семья стала чуть больше, чуть красивее. Все стало просто конфетка. Вот сейчас смотрю, маточники везят. Замочили еще одну матку. Делаем вывод. Если один раз матку не приняли, можно взять их и выбросить нафиг. Бесполезная херень. Ну, так оно уже повелось. Я это уже давно заметил, что если только матку раз не приняли, то уже геморрой получается. Это не семьи уже. Ну, здесь, смотрите, это здесь отводок. Его нужно расширять уже, корпус набрасывать. Я недавно снимал видео, показывал, он был немножко слабее. Уже нормальный, мощный отводок, хороший уже. Нужно корпус бросать. С этим уже будем решать. Ну, вот это, наверное, поедет на гречиху. Идем дальше. Здесь продавался пакет. Если не ошибаюсь, а глянем, что они нам меда принесли. Если что-то принесли. Пакет продавался в десятых числах. Посмотрим сразу матку. Сделаем такой небольшой обзорчик. Посмотрим, что у нас есть. Отсюда уже мед откачивали. Так, медовая рамка. Хорошая сверкает. Она уже печатается. А то на откачку пойдет. Какие-то полтора килограмма. Идем дальше. Пустая рамка. Полностью пустая. Ничего здесь нет. Идем дальше. Такое впечатление, как будто привывочная рамка. Матки шастают. Один, два, три, четыре, пять. Ну, что-то есть. Так. Пусто. Получается одна медовая рамка. И здесь что-то тоже на медовая. Но это тоже откачивалось. Хорошо. Нас интересует там матку снизу бросали. Сеет она или не сеет. Но отсюда уже мед забирала. Она немножко слабее. Меда мы здесь по факту не видим. С верхней, в верхней части. Снизу нас интересует засев матки. Это шестирамочный кинусоневский. Так, посмотрим. На светлых рамках они редко начинают сеять. Но бывает, если выбора нет, она сеет. Не в основном больше на темных. Но интересно посмотреть, на темных, не на темных. Это пирогово-медовая. Да, матка сеет. Ну, я и по яйцах сразу смотрю, мне матку можно найти. Ага, ну, здесь бакфаст. Хороший, жирный такой. Хорошо. Пчела потом пожелтеет. Ну, это такие, знаете, это пакетные пчелы. Они продавались и пакеты. И уже вот они так себе сидят там. Ну, 16 рамок это много у них, наверное. Плюс-минус. Плюс-минус. Ну, она еще даст. Она еще разгонится. Все будет хорошо. Мне нравится один прикол. Недавно показывал пчелиную семью. И там люди говорят, что такого не может быть, что там с полрамки пчелиная семья развивается до... Четырех рамок там, до трех рамок печатного расплода. Это просто невозможно. Они должны что-то кушать и тому подобное. Ребята, я вот сделал два отводка. Ну, отвод, не два отводка. На две рамки отводки и повез на свой точок. За неделю с этих двух рамок получилось две рамки меда. Это же невозможно. Они без матки, по идее, мед не должны носить. А что-то они носят. Все вот это чепуха, когда начинают просчитывать. Мне нравится, когда начинают просчитывать пчел. Вы сами себя не можете просчитать. Не знаете, что завтра будет. Вы пчел начинаете считать. Еще математику они сюда подтягивают. Не подтягивайте никогда математики. Потому что в пчеловодстве все очень просто. Ты работаешь. И есть целая куча разных факторов, которые влияют. И я всегда часто говорю, что матка здесь играет самую важную скрипку и первую скрипку и главную роль. Если у тебя, извини на слово, матка к говну, то ты хоть прыгай, хоть не прыгай, она тебе не отсеет много яиц. И еще одно. Там был такой прикол, что говорят, что матка там типа сеет 3000 яиц, 2000 яиц. Ребята, запомните, матка не сеет 1200 яиц. Матка не сеет 3000 яиц. Ну как? Есть средний показатель. Матка может отсевать, рекордистка, до 3000 яиц без проблем. В среднем. В среднем. Ну вот, как сказать, в среднем. Вот есть рекордистка, при всех хороших условиях она отсеяла 3000 яиц в определенное время, 15 дней. А потом пошел спад и она не отсевает. Это получается, что если мы разобьем, то получится, что матка отсеяла по 2500 яиц или по 2200. А есть матка, которая сама по себе может отсеять максимум, что 2000 яиц. И она отсеяла 10 дней по 2000 яиц, а дальше пошел спад, пчелы плохо кормили, она отсеяла по 1000. А потом отсеяла 500 и получилось, что матка сеет еще меньше. Вот поняли, да? Еще одна глупость. Очень часто тоже считаю, что пчелы много меда употребляют. Пчелы много меда не употребляют ни на расплод, ни для проживания. Пчелы употребляют меда очень мало. Потому что что-то есть люди считают, опять же, наверное, технически они такие люди, что пчела съедает много меда. Там для того, чтобы вскормить там рамку расплода, им рамку нужно меда. Для того, чтобы сделать то, нужно там покаять. И если это все подсчитать, то получится, что одна пчелиная семья сожрет за сезон, отходи, пожалуйста, сожрет за сезон 100-200 килограмм меда, если верить всем вот этим байкам и рассказам. Не бывает такого. Пчелы для вскармливания, не помню сейчас, тысячи или десяти тысяч яиц. Вот я уже поломался, забыл. Они употребляют 1,3 кг меда и 700 грамм, 800 грамм перьи. 880 или что. Так, вот эта пчелиная семья еще не откачивалась. Давайте посмотрим, что здесь. Хорошая медовая рамка, смотрите. Прекраснейшая. Это откачка. Прекрасная рамочка. Поставим на сторону. Погнали дальше. Прекрасная рамочка, но с печаткой это немножко печально. Но я буду откачивать даже с печаткой. Тут печатка, как бы... Здесь тоже медовая рамка. Маточник. Вышла матка. Так, а матка не... Ммм... Роевой маточник. У нас там просто на прививке еще стоят, блин, пчелы, маточники. Зараза, где ты? Будем надеяться, что она не сейчас вышла. Такие маточники желательно всегда срывать. Почему? Потому что потом... Потом будете голову ломать, вышла матка или не вышла. А у нас здесь три маточника, конечно, есть целых. Ну, не знаю. Так. Расплодная меда мало. Идем дальше. Это более медовая рамка. Подлита, хорошо, тяжелая. Но не печатная. Но тоже качать можно. Если мы трясем ее, не течет с нее, все, откачка разрешается. Светлая рамка прекрасная. Откачивать будет очень сложно. Можно будет порвать. Но такие светлые рамки в любом случае нужно откачивать. Потому что медовая светлая рамка. Она не доедет до пункта назначения. Еще одна фигня, что нету ручки. Боже, как я уже привык до ручек. Вообще классная шняга ручка. Блин, 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 блин. Так, что у нас в гнезде творится? Ну, гнездо мы откачивать не будем в каком-то плане. Оно нафиг надо откачиваться. Ну, посмотреть все-таки по расплоду, по объему. Как семья дышит, какое у нее... А, наверное, еще и гнездо придется откачивать. Ну, они как-то гнездо выедают сами потом со временем. Но, но... Если сбоку будут медовые рамки, а ну-ка посмотрим. Ну, а там можно было бы ее откачать. Нет, нет, расплода много. Еще светлая рамка нет, нет, нет. Откачивать такую не будем. Ну, расплод, расплод, расплод. Хорошо, мы это не откачиваем. Расплод не откачиваем. Матка. Черная карника. Ну, я же думаю, что они гнездо подливают по-немногу. Ну, хорошо работает. Ну, сказать, что плохо, не скажешь. Так, расплод. И тут как-то свет, очень такие красивые светлые рамочки. Наверное, тоже расплод или мед. Расплод. Ну, подлили, смотрите, как подлили. Вот так. Подлили очень сильно, серьезно, конкретно так. Вот эту нужно откачать будет, сто процентов. Это залито рамка. Видите, светлые соты стоят снизу. Я им оставлял специально, чтобы матка отсевалась. Они сначала низ заливают, а потом верхний сад. И вот эта рамка тоже забирается на откачку. Вот у нас получается такая картина. Здесь в сне откачки. Вот. Вот, вот, вот. Оп. Несильная относительная семья. Дошла до более-менее сильных показателей. Такие поздно. Ну, для этого такого состояния. И что мне не нравится, что меда в действительности подлили много. И могут немножко просесть. Но, ребята, тяжелый корпус. Тяжелее, чем те, что мы только что присмотрели. Так, еще что. Вот у нас есть тоже общинная семья, которую я когда-то показывал на видео. Име на нее тоже сейчас дойдем и посмотрим. Мы расширяли. Первое расширение было. Пошли, тихо. Вот, идем. Вот еще одна общинная семья. Я уже буду с вами прощаться. Вот мне интересно ее еще посмотреть. Вот это. Действительно, все это вообще не насти. Так. Помните, я снимал видео. Я показывал, что расширение овощины будем проводить. И то да все там. Давайте посмотрим, что у них с медом, расплодом. Я не помню, качал я от них или не качал, или головой качал. Ну, здесь нифига нет. Не качал. Знаете, по чем, смотрю. Если я откачиваю мед, я срезаю вот эту всю чепуху. Здесь или была расплодная рамка, или вообще они лентяй и мед не носят. А если мед не носят, мы вас куда? Это подливается рамка. Хорошо. Давайте прикинем, что у нас по меду будет. Медовая рамка хорошая. Один. Не полностью, конечно, печатная. Не полностью подлитая. Это слабее. Два. Наверное, бакхваст. Надо сейчас будет в гнездо залезть, посмотреть, или там, может, матки нет. Что-то они какие-то не очень. Мне что-то они не понравились, не нравятся. Две рамки только можно забрать. Тоже слабая рамка, но расплодная. Хорошая расплодная рамочка такая. Да, наверное, бакхваст. Бакхваст любит нагнать пчелы. Пока они нагонят пчелы, то медосбор закончится. Вот это можно откачивать три. Но меда здесь тоже не так уж и много. И вот это четыре. Не, здесь тоже меда нет. Но пчела есть. Давайте засунем нос еще в гнездо. Посмотрим, какая там картинка. Корпус. И сказать, что он тяжелый, я не скажу. Такой средний показатель. Так, не сдавая. Так, пчела-рыжие, наверное, бакхваст. Или тоже гнездо. Ставки ваши. Блин, по ноге полезло. Да, тоже подливают гнездо. Заливают они его, не подливают все залитым медом. Что такое? Что такое? Что случилось? А где расплод? Тоже залитым медом. Не ушли я матку отсюда забрал. Ищем яйца. Яйца есть, матка есть. Ну, гнездо льют. Офигеть можно. Шо вам? Не, ну засев есть. Матка есть. Мы ее искать не будем. Нету смысла. Гнездо немножко подливают. Картина. Так себе, скажем так. Мы хотели, чтобы мед был в втором корпусе, а не в первом. Ага, здесь есть. И здесь есть еще маточники. Яиц нету, знаешь, мисочки. Мисочки есть. Тоже. Что тебе мешает? Мед носят. Сверху место есть. Работай. Нифига. Начинают что-то уже колотить. Есть маточник печатный. Надо матку искать. Матка есть. Вот здесь матка бегает. Вот здесь матка бегает. Сейчас покажу с второй стороны. Она... Вот эта общийная семья сейчас находится в райовом состоянии. Блин, по ноге лазит. И аж голова сверк. Ай, ужалила. Сараза малая. Смотрите, сейчас находится общийная семья в райовом состоянии. Что с ней делать? Парг Sweet. Продолжение следует...